День Сварога 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 По поводу других цивилизаций, тел, монетальных тел и так далее, цивилизации на Антарктии, в районе которого иногда полоха читать приходится. Но есть книга по поводу того, что нашли в 1946 году, американская экскрада шла в сторону Антарктиды. Там нашли военные базы немцев, оставшиеся после войны, и там было сражение. У меня эти книжки есть, я их пока просмотрел, не читал. Но дело в том, что перед самым концом войны действительно немцы начали строить летательные устройства, похожие на тарелки, которые действительно очень сильно действовали. Но ничего удивительного нет. Ведь вы знаете, что немцы взаимодействовали активно с Тибетом, черным Тибетом, и тибетские монахи высших посвящений очень сильно помогали им, и выдавали им информацию очень много, которую они должны были хранить, и в любом случае не имели права передать тому же самому Гитлеру. И когда некоторые технологии были переданы, то естественно они пытались создать, кое-что создали, но все равно бы они ничего не помогло, потому что видите, фашизм это действительно есть фашизм, никакого отношения к кариям немецкий фашизм не имеет, никогда не имел. Ашоу Бергер. Что? Ашоу Бергер. Что? Седатель с таким ученым, как Шау Бергер. И что? Он считается автором немецких тарелок. Ну так, автор тарелок. Старая интереснее его теория энергии обозрения. Может быть, не читал, поэтому ничего не могу сказать, но в любом случае, если он автор, опять-таки, скорее всего, он получил эти разработки от тибетцев. Потому что до этого этого не было. И, так сказать, поэтому, что можно сказать, наша цивилизация, опять-таки, 13 тысяч лет назад, и этому есть немало доказательств, было полно и, допустим, то же самое с Северным Китаем, который мы уже упоминали сегодня, так, китайцы скрывали, до 47-го года скрывали, что на территории Северной Китая, то, что Северная Китайская стена так называемая, на самом деле не китайцы защищались, а от китайцев защищались стеной. Так вот, с Северной этой стены существует множество пирамид огромных, и многие из них гораздо больше Хеопса в Египте, в возраст которых 10-15 тысяч лет. Вопрос, почему китайцы сохраняли в молчании о том, что пирамиды существуют? Потому что тогда их идея о том, что они европейцы-варвары, а китайцы являются очень культурной нацией, летят в пух и прах. И пока в 47-м году американские развития не сфотографировали эти пирамиды, никто о них существования не знал. Десятки миллионов, сотни миллионов китайцев их видели каждый день, потому что вокруг них поля обработанные есть. Но об этом нигде во всем мире не сообщались. А сейчас желающие могут найти на интернете, по гугл, найти спутники и фотографии, увидеть их сами, приблизить, увидеть все эти пирамиды на Северном Китае. И, естественно, китайцы их никогда не строили. Видите, многие вещи, на дне морей полно пирамид и так далее, и так далее. Между прочим, в Японском, в Желтом море, извините, полно на дне пирамид и сооружений, которые под водой, которые были именно до катастрофы 13 тысяч лет назад. И таких следов цивилизации, высокоразвитых цивилизаций на Земле, которые были, полны-полно, о них молчат. Даже, я помню, когда это было, цунами прошли, в 2003 году, когда были цунами на Юго-Восточную Азию, ушли, я помню, видел в одном интервью, вот когда цунами, волна пришла и убила 100 тысяч людей, а потом волна отхлынула, отлив был большой очень, и при отливе вымылся песок, прибрежный песок, и открылся город, древний город, который был засыпан полностью песком. Один раз показали этот фрагмент, мельком, после этого я его нигде не видел больше, и тут же замолчал, потому что опять вода вернулась, закрыла. Но если там было, колоссальный город, строение, извините, полностью засыпано песком. И таких следов, думаю, очень и очень много, которые просто умалчиваются. Дальше. Это просто так называли наши предки, правители темных сил. Это первое. То, что они прилетели 5000 лет назад и высадились, и стали действовать, и создавать иудеев, вот Бог Ихве, это и есть, как раз, один из таких серых рас, представьте, Гермафродит, который, сказать, согласно то же самое, опять-таки, я в момент это поднимал в своей книге России при Кривых Закалах, в Ветхом Завете четко прописано, что два ребенка, первый и третий, у Евы зачаты от Господа Бога Ихве. Неплохо, да? И вопрос, о какой же морали, во-первых, первый ребенок, нет, Адама, а от Бога Ихве. Помните Авеля, да? Вот. И вопрос, какой же морали, высокого уровня морали он может говорить, если он, как говорится, не пропускает ни одной юбки. Ну, может, просто других юбок не было, не знаю. По его делам только одна юбка была, Ева, но тем не менее. Так кто же грешен, Адам или тот же самый Ихве, который по его же понятиям, получается, соблазнил. И что этому есть прямое подтверждение, если почитаете, опять-таки, Ветхий Завет, внимательно читайте, там, рождение Сифа, там же описывается, что Адам возрадовался, что вот она вновь тяжела, но он сказал, не вырадуется, это он пришел и положил свое семя вместо твоего. Ну, я думаю, куда уж более точно указано, да? Тут сомнение может быть, какое семя положил и вместо какого семя положил, да? Что-то говорится, что? И это пишется, что восстановление божественного семени. Извините, это Бог Всевышний, который создавает все это все? Ну, извините, Он ничуть не уступает, не будем представлять, кто, вы понимаете, кто, да? Дальше, следующее. У блокировки будут убираться только те, кто захочет, чтобы не убираться. Для этого вам просто нужно мысленно подумать, хочу, не хочу, не хотите, оставайтесь в блокировке. Никто вам навязывать ничего не будет, зомбировать вас никто не собирается. Мне это лично не нужно. Поэтому все желающие, кто захочет освободиться от блокировок, просто подумайте о том, что я хочу, и все. Опять-таки, с учетом того, что я сказал, постарайтесь убрать максимум, что возможно. А те, кто не хочет, просто сидят и ничего не произойдет. Никто вас расстроит за то, что кто против советского замечательного информационного не мой, не говорить, действовать не будет. Так что, если кто готов, просто каждый пускай подумает, созрочится и решит о себе, и все. И это несколько секунд, это недолго. Готовы? Так что, все, кто готов, поехали. Ну вот, и все. И не больно. Так что, я благодарю всех, кто сегодня прибыл. А, еще совсем последняя вещь. Тут у нас сегодня приехал победитель Крыльца Ампиады, прошлого, которого не было. И, так сказать, его награда сейчас догоняет. Я хочу пригласить Кондракова подняться на сцену и получить свой приз, который он заслужил.